Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес будет очередной обзор моих покупок в магазине Валберис и Озон. Начну свой сегодняшний обзор я с кучи мороженого. Я уже его показывала. Было заказано еще клубничное, шоколадное, карамельное, ванильное. И еще на Озоне я у другого производителя заказала банановое мороженое. Приедет, сделаем, попробуем, обязательно расскажем. Из того, что здесь представлено, мне лично больше всего понравилось карамельное и шоколадное. Сейчас вам покажу. Вот так вот выглядит клубничное мороженое. Оно еще не очень сильно застыло, но мы в принципе не любим мороженое, которое очень прям такое, прям застывшее. Мы любим, чтобы оно такое было мягонькое. Причем оно у нас вот специально купила именно под мороженое. Сейчас покажу. Вот такие вот емкости. Они идут в форму для холодца. Они небольшие. В наборе идет две штуки. Одна идет с крышкой, вторая без. Вот это замечательное мороженое. Оно час простояло в холодильнике. После этого видео у меня на канале выйдет коротенькое видео, как сделать такое мороженое. Легко и просто. То есть вот такая вот масса. То есть вот тут уже по краешкам оно уже подзастыло побольше. Очень вкусное, замечательное мороженое. Отдаю ребятенышу. Сейчас покажу вот эти формы для холодца. Брала их на Валбересе. Вот такая вот замечательная подарочная коробочка. Прекрасная, распрекрасная, с маками. Вот такая вот прелесть. И вторая. Там все было внутри упаковано еще в пупырки. Сейчас достанем вторую. То есть каждая емкость еще отдельно упакована вот так в пупырки. Замечательные. Они в принципе одна в одну входят. Сейчас покажу. Ой. Вот так. То есть в принципе в холодильник можно поставить и верхнюю как раз накрыть вот именно той самой крышечкой. Вот так вот все прекрасно и все замечательно. Плюс, так как это керамика, фарфор в этих вот формах для холодца можно запекать в духовке. При температуре до 180, максимум 200 градусов. Допустим, если вы хотите сделать картофельную запеканку с мясом. Маленькая форма. Очень красиво поставить это на стол. То есть в принципе это очень-очень маленькая емкость. Очень удобная. Ну и такая вот красота с маками. Я прям вот, прям вот, прям вот увидела. Прям мне так захотелось эти маки, что прям вот сил нету. Причем в этом же магазине еще куча интересной, очень красивой посуды. И у меня, девочки и мальчики, заказана такая фруктовница. Приедет. В принципе она уже приехала. Просто нужно пойти в пункт выдачи ее забрать. Я вам обязательно ее покажу. Это что-то просто дастиш, фантастиш. Я надеюсь, что она приехала целая и не разбилась. Это что касается вот этого посуды. У нас сейчас сегодня будет мороженое. Вот так вот сейчас уберу, чтобы оно мне не мешало. Сейчас покажу. Сегодня будет ювелирное у нас украшение. Самую малость. Так что не убегайте далеко. Так, мороженку убрали. На Азоне брала вот такие вот салфеточки. Такие салфеточки я часто покупаю просто в магазине. Но на Азоне была просто сказочная цена. И продаются они всегда как бы вот в комплекте две штуки. То есть тут в принципе только расцветочка. Другая вот есть с павлинами, есть со снегирями. По-моему, там еще с синичками есть. Эти салфеточки немножечко ароматизированы. Они очень прекрасны. Я люблю, чтобы у меня в машине такие были. Они очень удобные. Такие дергалки, знаете, вот. Который так вот дерг. И следующий вот так дерг. Классные салфетки. Мягкие, хорошие, замечательные. Прекрасные. В жару просто вот спасают, когда под ручьями льется. Поэтому, ну и плюс вот даже вот если где-то в дороге что-то, чего-то как-то, где-то нужна туалетная бумага, а у вас ее с собой нет. Отличная вещь. Потому что бывает такое, что даже в стационарных каких-нибудь туалетах, где-нибудь в придорожных каких-нибудь кафе, на заправках, туалет есть, а бумаги там нет. Так что, кто автолюбители, мотайте на ус. В принципе, отличная вещь. Плюс цена очень хорошая. Я не знаю, какая цена сейчас на озоне, потому что цена постоянно прыгает. Так же, как и на Валберисе, цены все равно прыгают. Я тут вот Зеву еще туалетную бумагу взяла. Кстати, сейчас я вам ее покажу. Вот это вот, так можно сказать, обычный рулон бумаги Зева, который Deluxe. Я могу сказать, что в последнее время Зева Deluxe слишком сильно испортилась, испоганилась. Я стараюсь вообще стараться брать белую. Ну, цветная вот такая вот. Ну, я думаю, кто брал, тут особо ничего я открыть и никакого не сделаю. И вторая называется Juist 1. Вот так она называется. Сейчас покажу рулон. Она действительно классная, но цена даже в магазинах, в общем, надо пасти, чтобы была скидка. Я на Озоне ее хапанула. Там типа пишут, что одного листочка достаточно. Я не сказала, что одного листочка достаточно. Выглядит она уже вот таким вот образом. В принципе, действительно очень плотная, хорошая. Но мне, например, одного листочка недостаточно. Мне всегда надо как минимум два. В принципе, как и здесь, нужно четыре. Так что от перестановки Мехсмис слагаемых сумма не меняется. В принципе, только что по длине. Что вот видите, они как бы вот так вот, они одинаковые. И тут мне надо четыре отмотать, а здесь два надо отмотать. Но она действительно такая весьма плотненькая, хорошенькая, мягонькая. Но, опять же, цена у нее, как космический корабль, я не вижу вообще особой какой-то вот разницы между вот этими бумагами. Вот если вот так вот брать, да? Хотя вот даже вот тын-тын на целый палец. Вот это вот побольше. Но, тем не менее, то есть как бы я не думаю, что производство того или иного рулона бумаги как-то уж очень сильно отличается, чтобы у них была такая цена. Я думаю, что тут просто вот просто типа вот эта бумага премиум класса, вот с такой неровной втулкой, и та, которая просто из магазина, с более интересной втулкой. Ну и да, втулка, которая просто смывается в унитазе, которую не надо выкидывать в мусор. Это тоже хорошо. Ну, это так, между прочим. В принципе, я не планировала вам показывать туалетную бумагу. Но, ребята, как бы там ни было, в туалет ходим мы все. И я не считаю ничего такого, чтобы показать такие вещи у себя на канале. Это вполне естественные вещи. На Валбересе купила еще одну вот такую вот подставочку для зубочисток. Для меня это все-таки мини-вазочка. Вот это была первая. Вот это была вторая тоже в группу, в свою фиолетовое чудо скидки в интернет-магазинах. Я закидывала ссылочки на этот магазин. Там, в принципе, можно даже подобрать целые наборы посуды. Там сахарницы, чайнички. Все из одного какого-нибудь комплекта. Ну и приходят они вот в таких вот мылипусеньких, вот таких вот коробузьках. Ну, вот так вот упаковано. Так что, кому что, мне вот такие вазочки прям вот миленькие. Люблю такие миниатюрки. Я уже говорила, что я коллекционирую мини-чайнички. И мини-вазочки я никогда не откажусь купить. Приехал очередной квас. И я вот сейчас могу заявить со всей, со всей чувством достоинства, я не знаю чего, вот это самый лучший квас, который вы можете делать дома. Я перепробовала несколько вариантов. По данному поводу я сниму видео. Про квас будет тоже отдельное видео, как про мороженое. Вот этот квас лучше всего. Покупаю его на Озоне. С баллами выходит достаточно дешево. Приходят две обычные упаковки. Необычно, а две упаковки всегда идут. Я просто сейчас отрезала вот здесь вот. Скотч разрезала. Две упаковки, 18 литров в каждой упаковке. Девочки и мальчики. Так, что называется, подготовилась. В каждой упаковке, ну в принципе, я уже показывала, идёт три пакетика квасного сусла и три пакетика дрожжей. Как говорится, просто добавь воды, сахара и будет тебе счастье. Вот в этом квасе, квасное сусло, оно самое классное. И квас действительно получается, как вот такой вот бочковой в СССР, который был, те другие квасы, я их потом тоже покажу в отдельном видео. Они, в принципе, тоже хороши. Но вот этот квас всё равно лучше всего. Потому что то квасное сусло, которое можно просто купить, квасное сусло, кстати, тоже на том же Озоне брала. Сейчас покажу. Вот такая вот банка. Я оставила очень отрицательный отзыв, потому что стоит это очень дорого. И вот это квасное сусло, оно идёт просто вот концентрат квасного сусла. Всё. Понимаете? Здесь вы ещё должны дрожжей докупить. Помимо того, что сахара добавить, ещё дрожжей докупить. В общем, вот это квасное сусло, оно неудобное. Его неудобно мерить, неудобно измерять. У меня сейчас ещё на Озоне заказан мерный стакан. Я хочу специально измерить, сколько в миллилитрах, вот в этих вот пакетиках, здесь вот этого квасного сусла. Потому что вот у этого квасного сусла, у производителя идёт приготовление на 5 литров. И написано, что готовится это типа, знаете, 8-10 ложек квасного сусла добавить. Вы знаете, 2 столовые ложки – это большая разница. Вот я так считаю, я так и написала даже в отзыве об этом квасном сусле, что расход-то какой идёт, понимаете? Плюс после открытия вот эта банка хранится всего на всего месяц. Ну да, хорошо, когда семья большая, раз-два и готово, всё-всё выпили. А если человек живёт один, ну и сколько он будет эти 20 литров выпивать? А его не выпьешь день-два, и потом от этого кваса можно, знаете, как накваситься? Он же настоящего живого брожения идёт квас. Это не какая-нибудь химоза, а просто вот квасное сусло, дрожжи и сахара. Больше ничего, никакой химии. Он долго не хранится, такой квас. Так что имейте в виду. Ну, в общем, про квас у меня будет отдельное видео на канале. Опять же, не забывайте ставить лайки и грозные дизлайки. Ну и давайте посмотрим, что у меня ещё есть в сегодняшнем обзоре моих покупочек. У меня приехали вот такие вот карандаши. Это сургуч для печати. Стоил просто сущие копейки. Спасибо девчонкам, кто делится ссылочками в моей группе «Фиолетовое чудо. Скидки в интернет-магазинах». Была ещё заказана третья, её где-то потеряли. Потом она приехала в пункт выдачи. И так лежала, что мне неудобно было ехать. Мне пришлось её отменить. Что-то 20 с чем-то рублей они стоили. Это достаточно дёшево. Я даже не знаю, когда я соберусь вам снять видео про сургуч и про вот эти печати. Вот прям даже не знаю, когда. Всё времени у меня ни на что не хватает. Приехала у меня ещё вот такая вот кастрюлька. Тоже уже достаточно давно приехала. Брала на Озоне. Ну, есть и на Валбересе. Вот такая вот форма как бы для запекания. Как бы для запекания. Такой горшочек-кастрюлька. Цена у него просто была фантастическая. В том плане, что народ просто с ума сошёл. Сейчас очень многим нравится запекать в духовке. И вот эта посуда вся стала стоить каких-то бешеных денег. Хотя, в принципе, там платить не за что. Было упаковано вот в такую вот картонную коробочку. Вот такая вот просто коробузька. Ну, в принципе, всё целое, всё доехало. Специально, в принципе, даже купила. Даже не так, как я даже не знаю, что я буду в этом готовить. Что-нибудь буду обязательно. Какой-нибудь соус можно в духовке тоже делать. Но, тем не менее, как бы я купила для того, чтобы показать. Я сделаю потом ещё попозже отдельное видео про горшочки. Потому что есть уже у меня опыт использования фарфоровой посуды, глиняной посуды. И этот опыт не всегда хорош. Потому что некоторые производители делают толстую керамику. Делают не самую лучшую глазировку. И на озоне у меня ещё есть негативный опыт. Сейчас точно не полезу наверх. Был заказан красивый горшочек. На фотографии он очень красивый. Приехал не совсем такой, как на фотографии. Там другая крышка. Немножко другая покраска. Но это неприятно, конечно. Но радует то, что на озоне, допустим, если вы пишете жалобу, то вам ещё могут в качестве компенсации дать какое-то количество баллов. Допустим, вот у меня сейчас должен был вчера приехать мерный стакан. Специально стеклянный заказала мерный стакан. Должен был вчера приехать. Не приехал. Я написала жалобу. А так как у меня ещё премиум аккаунт, то есть это аккаунт, за который я отдельно заплатила денежку, ну, я, естественно, написала жалобу, что это за обслуживание такое. И в результате мне было начислено 250 баллов, которые я потом с удовольствием потрачу на свои покупки. И вам большое спасибо, что вводите мой код при покупках на озоне. Благодаря этому я смогу покупать какие-то товары чуть-чуть подешевле, чтобы вам показывать побольше обзоров. Вот как-то так. Так что и сегодня в завершении на сладкое у нас ювелирный немножечко обзорчик, девочки. Это брошечка. Хаврошечка. Очень интересная брошка. Ну, я за неё тоже вкатила одну звезду. Во-первых, я сначала была в шоке, когда получила на руки вот такую бирку. Это просто наклейка. Я так ржала на пункте выдачи. Просто вот, просто ухахатывалась. То есть, производитель Крым. Кому хочется, поставьте на паузу. Ну, потом оказалось, что всё-таки вот здесь тоже вот есть бирочка. Ну, тоже наклеечка такая. То есть, это брошка 6 грамм. И у производителя именно на сайте заявлено, что она 6 сантиметров. Я сейчас уже не буду брать линейку. Я всё убрала. Она на самом деле 4 сантиметра. Очень интересная брошка в серебре. Если вот так на неё смотреть, то это какой-то сказочный, загадочный такой цветочек с тычиночками, с таким интересным пестиком. Такая вот скань-филигрань. Просто вау, да? Так, вау. Просто почему-то у меня не включен ещё один светильник. И я думаю, почему же мне так не хватает света? Извиняюсь за это. Ну, что же мне так не хватает света? Вау! Да будет свет. Вот такая вот брошечка. Так, входи сюда. То есть, если вот так на неё смотреть, это такой загадочный цветочек. А если её перевернуть вот так, то для меня это какая-то такая сказочная медуза. Очень интересная. Изнаночка. Вот так выглядит булавочка. Несмотря ни на что, здесь есть проба пробирной палаты, но она почему-то стоит вот на подвижном элементе. Вот здесь вот все эти пробы, именники. То есть, это подвижный элемент, который, в принципе, легко снимается, убирается. То есть, вот даже по качеству сама булавка отличается от самой брошки. То есть, где гарантия того, что вот это действительно всё серебро, я не знаю. Потому что вот этот элемент, он, в принципе, может быть снят. Вот эта вот булавка, это может быть снято. И, то есть, пробирную палату отдали только булавки, а остальное вилами по воде писано. То есть, в принципе, в ювелирных изделиях всё-таки... Да, тут запаяно, в принципе-то всё тут запаяно. Но, тем не менее, всё-таки я считаю, что такие пробы должны стоять на самом изделии, а не на подвижном съёмном элементе. Ну, собственно, вот так вот. Вот такая вот брошечка-хаврошечка стоила тысячу с копейками рублей. Ну, в принципе, своих денег стоит. Прикольная, необычная, прикольная. Вот эти вот шарики, это просто такая тёмно-тёмно-красная эмаль. Такая вот милота. Ну, как я уже сказала, за вот обман, за 2 сантиметра размеры. И пришла она вот в такой вот типа фирменной коробочке. Вот такой вот, где под кольцо и под этот сделано. Ну, в принципе, вот так вот она как бы вот так вот влезает. Вот. Ну, я не люблю, вы знаете, я не люблю, когда обманывают покупатели. Меня это очень сильно бесит и раздражает. А когда речь идёт о ювелирных изделиях, ну, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Поэтому я вкатила одну звезду. Собственно, на этом сегодня всё. Если кому-то на что-то нужны ссылочки, ссылочки оставлю. Если, опять же, товар куда-то не испарился, не исчез, потому что на том же Озоне, допустим, вот кастрюльку последнюю забрала и пишут, что всё, данная страница больше не существует или данный товар больше не существует. Как-то так пишут. Собственно, вот как-то так. В общем, девчонки и мальчишки, как обычно, пишем в комментариях, я вам отвечаю. А я на этом сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.